Смоленская АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока. Суммарная нагрузка 2872 мегаватта на утро. Нагрузка ниже номинальной за повышенной температурой цирк воды. За 19 дней июля энергоблоками Смоленской АЭС выработано 1,2 млрд кВт-ч. С начала года выработка составила 11,6 млрд кВт-ч. Сверхплана – 171 млн. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Госкорпорация «Росатом» продолжает актуализировать стратегию 2030. В обновленном варианте к базовым стратегическим целям добавилось ускоренное достижение мирового лидерства в ряде технологий. О роли «Росэнергоатома» в реализации отраслевых задач в прямом эфире сообщил генеральный директор концерна Андрей Петров на дни директора электроэнергетического дивизиона. Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» подчеркнул, что стратегия «Росатома-2030» подразумевает развитие генерации, отвечающей климатическим вызовам и решающей вопросы экологического порядка. Это атомная энергия. Ее долю в энергобалансе России планируется увеличить до 25%, а также водородная энергетика и ветроэнергетика. Задача 2021 года, обозначенные в дорожной карте по реализации проекта САЭС-2, оформление права собственности на площадку будущего строительства, обследование ее на наличие взрывоопасных предметов, которые могли остаться со времен Великой Отечественной войны, на инженерно-геологические испытания и проектные работы. К 2025 году должна быть разработана вся проектная документация, пройдена главная государственная экспертиза и получено разрешение на сооружение новых энергоблоков. Акцентировал внимание генеральный директор Росэнергоатома на вопросах охраны труда и безопасного поведения, необходимости безусловного достижения всех целевых ориентиров, на особом контроле выполнения государственного задания по выработке электроэнергии. Общий фон такой дня директора, он позитивный, потому что разговор шел о перспективах, о стратегиях на ближайшее время. И радует, что Смоленская АЭС там тоже просматривается, это наиболее позитивное ощущение по результатам дня директора. Прошла информация от директора о состоянии по ковидной тематике. Значит, наверное, для концерна и для Смоленской АЭС это очень актуально. В прошлом году очень тяжело было сдержать болезнь, особенно на блочных счетах управления, много мероприятий делалось. В этом году, благодаря тому, что мы своевременно начали прививочную кампанию, ситуация не столь критична, но, как выступал генеральный директор, он сказал, что как только там, где появляется чуть самоуспокоенность или расслабленность, тут же появляются проблемы. Андрей Винальевич особо отметил то, что социальное партнерство, оно будет в дальнейшем развиваться, и все социальные проекты будут финансироваться даже в большем объеме, чем по 2020 году. Это первый вопрос. Отдельно было указано на то, что и медико-санитарные помощи медико-санитарным частям была оказана. В этом не последнюю роль сыграли профсоюзные организации, именно через них проходило финансирование. Что касается нашей медсанчасти, то здесь был установлен новый компьютерный томограф, закуплено дополнительное оборудование. Еще одним вопросом, и это не может не радовать, информация об индексации и гармонизации заработной платы доведена была практически до всего персонала концерна. Я еще раз напомню, что с 1 сентября произойдет индексация окладов, а уже в конце года, ближе к декабрю, пойдет процесс гармонизации матрицы. Это, в общем-то, и результат социального партнерства между работодателем и профсоюзными комитетами. На Смоленской АЭС, как и на всех предприятиях Росатома, сохранение жизни и здоровья работников – важнейший приоритет производственной деятельности. На этом в очередной раз было акцентировано внимание на совещании по подведению итогов Дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ». Соблюдение требований охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах, размещении и перемещении грузов. Выполнение мероприятий по предупреждению распространения и защиты от коронавирусной инфекции. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Комиссиями по председательствам главного инженера, директора и первого заместителя главного инженера по эксплуатации были проверены подразделения цеха «Хаят», «ЦОРа» и «УПТК». Основное внимание уделялось выявлению опасных и вредных факторов при проведении работы. По выявлению основных причин и их устранению. На Смоленской С проводится большая работа по выявлению опасных и вредных факторов с учетом рискорректированного подхода. Все замечания своевременно устраняются. Смоленский филиал выполняет работы на различных атомных станциях, в том числе Смоленской, Курской, Ленинградской. Выполняем пусконавалочные работы на строящихся АЭС. У нас налажена система охрана труда. Все выполняется. Персонал организован. Масочный режим в рамках выполнения антивирусных мероприятий. Перевивочная кампания идет полным ходом. В Смоленском филиале АТОМ Техэнерго организована четырехступенчатая система административно-общественного контроля. Фериодически выявляются замечания, которые своевременно устраняются. За отчетный период на Смоленской АЭС у персонала СМОТЭ талоны СИОТ не изымались. Состоялось первенство Смоленской АЭС по мини-футболу среди цеховых команд. По итогам соревнований первое место у команды «Аэробус» – «Атомэнергоремонт». Второе место заняла команда службы безопасности. Третье место – команда реакторного цеха. Обманчивая приставка «мини» в названии этого вида спорта многих заставляет насторожиться. На самом деле, отличие от классического футбола только в численных показателях. Меньше игроков и времени на игру, да и сама площадка уступает. А вот динамика и напряжение матчей схожи с большим футболом. 11 игр за 6 дней и 37 забитых голов. За Купок и звание чемпионов сражались 6 команд из нескольких подразделений станции. Как признались сами участники, соревнование получилось более чем захватывающим. «Начи начиная с полуфинала команды все были более равные, матчи все были тяжелые. Поэтому все бегали на последнем дыхании, как говорится, отдавали все свои силы. Но, тем не менее, побеждает, как я понимаю, сильнейших». Предугадать, кто станет победителем, до последнего было сложно. Финальный матч чемпионата закончился со счетом 3-1. В итоге призовые места распределились следующим образом. Третье место у команды РЦ, второе – у службы безопасности, а золото завоевала команда Аэробус. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.